Вот так мы отучаем его от рук и приучаем к игрушке, чтобы руки не грыз. Да, вот так вот каждый день мы работаем. На, игрушку, игрушку. Надо играть с игрушкой. Обычно за веревку хватает, что-то сейчас за санки как раз хватило. Отдай. Отдай. На, 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 на. Вот, 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 вот. Все, все, я тебе только по одной даю. По одной. Все, потерял. Все, потерял. Упала. А все, больше не дам. Ищи. Давно у нас не было посылки. Вот, наконец-то мы получили посылку. Получили посылочку с любимого Василька. Здесь два одинаковых костюма, только цвета разные. Костюм женский тренди мята. Здесь костюм женский тренди розовый. Почему взяла два? Взяла размерчики разные. Здесь взяла сорок четвертый, здесь взяла сорок шестой. Не знаю, посмотрим, какой мне подойдет. Какой мне будет более комфортно. Вот так выглядит костюмчик сорок четвертого размера. А здесь вообще такой размерчик, если честно, детский. Сейчас буду примерять, посмотрю, здесь манжеты есть. Кофточка такая, не тоненькая, тепленькая слегка. Не знаю, натяну на себя эти детские ретузы, нет? Ну, как-то так выглядит этот костюм. Вот такие велосипедки, но сорок четвертый размер, если брать именно велосипедки, они мне маленькие. Они мне, видите, впритык. Хочется, чтобы было покомфортнее. А вот именно кофточка толстовочка, она прям хорошо сидит. И размер мой, и длина тоже хорошая. Длина вообще хорошая. Вот так выглядит на мне розовый цвет. Сорок шестой размер. Сорок шестой. Велосипедки сели вообще отлично. Лучше, чем бирюзовый сорок четвертый. Я ношу сорок четвертый. На мне сидит лучше сорок шестой размер. Толстовочка здесь удлиненная. Вот так выглядит костюмчик. Костюм такой стоит 1118 рублей. Вот такой костюм пижамка. Авокадо. Можно дома спокойно бегать на резинке. Без кармашков. И футболка идет. Сорок четвертый размер. Хабешные. Хабешная футболочка. И шортики. Домашняя пижамка авокадо. Стоит 527 рублей. Так, а какой ты размерчик? Сорок четвертый. Сорок четвертый размер. Я ношу сорок четвертый. Футболочки по 283 рубля. Нормально. Ну да, хорошо тебе. И длина хорошая. Размер, размер 50. Пятьдесятый, кстати, размер. Ну, Рушана носит пятидесятый. Сейчас еще одну померим. Вот эта футболка Рушану еще больше понравилась. Расцветка красивая. Под макетку. Тоже 283 рубля футболочки. Майка 50 размер. Рушану маловато. Здесь давит. Маленькая маечка. Надо побольше брать. Пятьдесят второй, да? А, по-моему, мы как с тобой договаривались, да, пятьдесят второй майки именно тебе брать? Майки именно, да. Эх. Вот что значит, когда муж не помогает выбирать. У него одно слово. Любимое. Когда я что-то выбираю, я говорю, что тебе выбрать? Мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Все, не хочет он сидеть, не хочет он выбирать. Я ему предлагаю, говорю, смотри, какая футболка. Нравится? Угу. А такая нравится? Угу. И не понять, нравится, не нравится. Он даже и не смотрит. Приходится мне самой вот. Видите как? Вот видишь, как получается, Рушан? Маленькая. А есть еще черная. Давай черную померим. Может черная будет нормально. Ну, тоже 50 размер. Щеточку посвободней. Ну, хотя, в принципе… Такое ощущение, что это материал другой какой-то. Она более мягче. Мягче? Угу. Ну-ка, сейчас я гляну. Так, майки эти по 254 рубля. Нет. Одинаковые? Майка мужская Адам. Ну, одинаковые. Может тебе так кажется? Ну, не знаю. Может кажется. Угу. Ну, вот это все освободнее немножко. Ну, все равно вот здесь… Да. 52-ю надо, значит, тебе майки брать. Вот такие коврики там. Есть в наличии разных цветов. Это специально коврики для ног. 50 на 70 и стоят такие 189 рублей. Ну… Очень хорошее качество. И разных цветов. Так что заходите, забегайте на сайт. Смотрите. Выбирайте свой любимый цвет. Также есть в любимом Васильке полотенца махровые. Разных размеров, разной плотности. Я люблю брать потоньше. Они быстрее высыхают, просыхают. Очень удобные. Такие полотенчики стоят 257 рублей. Это размер 70 на 140. Хороший стандартный размер для банного полотенца. Вот, посмотрите. Также в интернет-магазине есть всевозможные покрывала разных расцветок. Здесь я заказала покрывало Плюш Велюр. 150 на 200. Оно мне обошлось в 764 рубля. Вот такая расцветка. Это тоже плюшевое покрывало. Оно очень мягкое. К телу вообще отлично подходит. Вот такое покрывало. Это на подарочки покрывало беру. Потому что я говорю, покрывало всем нравится. Ты заслышал? Всем привет! Приехали к Кристине. Она попросила забрать уже. Говорит, забирайте кирпичи. Потому что у тебя погода хорошая. Какие-то звуки там странные происходят. Зубы свергли. Сейчас посмотрим. Будем подглядывать. Подглядываем за Кристиной. Открывай. Везли. Все, мы уже дома. Все, что хотел Рушан взял. Вернее, все, что влезло взял. Смотрите, какие уже тюльпаны. Сегодня такая погода чудесная. Тепло. Сегодня плюс 12. Тюльпаны какие. Уже повылазили. Красота. Хорошо, тепло-то, комфортно. Но, к сожалению, вечером пойдет дождь. И опять дня, по-моему, на 3 или на 4 дождь. Эй, вы что там делаете? Обалдеете, что ли? Что-то бегали они. Ой, сейчас привыкнут на улицу ходить. Траву щипать. Комарать будут, когда не будет возможности их вывести. Гуляет. Ой, ветер. Ветер, конечно, есть. Рахладный. И они, кстати, там кто-то переживает, что они запутываются. Но запутаются, подойдем, отпутаем. Мы уже постоянно контролируем и ходим. Так что за это даже переживать не надо. У нас все под контролем. Делает кролятник. Дядя Коля ему помогает. Участие принимает дядя Коля. Сейчас покажу вам лук. Просили лук показать. Покажу, как себя чувствует лук. Хоть подсыхать начало немного. И опять дождикой тут. Опа. Ну как, как? Ну вот так вот. Пока тишина, хотя нет. Вот так. Где-ли-ли-ли-ли мне на камеру попасть. Во! Видите? Что-то здесь есть. И здесь. Но пока только так. Полить, наверное, надо уже. Все она любит поваляться. А вот валяется. Грязнуля, ты наша. Хорошо, да? На улице. Да, говорит. Что, самая смелая, что ли, осталась? Да ладно тебе. Он бежал. Давай, нападай. Что я здесь? Опять какахи? Сейчас, воды. Давай водичку. Пей. Если честно, так не хочется их разъединять. Мне кажется, им так всем хорошо. Да и места я не скажу, что здесь прямо мало. Да? У нас вон там вдали идет дым. И что-то горит. И, в принципе, все бы ничего. Дым черный. Горит далеко. Но фишка в том, что у нас там находится химсклад. Вон, видите? Крыши. Это химсклад. И как раз оттуда что-то горит. Я правда не знаю, что там на этом химскладе. Скорее всего, какие-то эти удобрения и тому подобное. Вот. Ну, дым хороший. Ордный такой. Ордный такой. Ордный такой. Ордный такой. Ордный такой. Ордный? Ордного. Ну все, надо вам чистить, отходите, отходите, ну какой слой на карточке, вас же много, уааа, удобрение, ого вы тут, насрали мне, за сколько, у меня за 3, о блин, сколько засранцы, или нет, не 3, у меня 4, 5 даже, сколько у нас дождь времени по льва, у вас здесь 6, а 7, а тем более, засранцы, умная телега, что ж ты не держишься, держись , надо все выгребить, отходите, солому выгребим, Машу, давай, что, что сразу разбегали, так так почему вы сразу убегаете давай солому тоже будет уходи 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 удобрения не нужно тебе антимош удобрения не нужно а что у меня у тебя же удобрения у тебя же удобрения нет а скос я за баранов не знаю а скос знаю хорошая капустянка на огороде Ты еще козу не хочешь? Нет, нет, нам даже дядя Коля сказал Хоть кого, но только не козу Ага, хочешь поругаться с соседями, заведи козу Да, 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 не дай бог же она цель Что, дядя Коля удирает уже, да? А? Дядя Коля удирает? Нет, а где он? Он пошел домой Взяли дядя Колю и испугали Мы без камеры Дядя Коля камеры не боится Молодец Он фото гигиеничный Кролики? А кролики? Теперь у вас будет свой ассиминатор Ну кролик Кристинки Это непонятно Ты умеешь разбираться, кто там? Девочка, мальчик? Там же яйца Ну ты хорошо умеешь или ты боишься? Там же яйца должны быть сзади Ты боишься, да? Нет, не боюсь Просто А как оно открывается? Сверху, да? Нет, вон снизу А, вот там Вот, а мальчик, ну, по идее Или вы не знаете, кто где? Ну и по идее не знаю, кто где Красивый Красивый Он буйный вот этот Красивый Видишь? Красивый Ты же ручной Ты же ручной Мы с тебя с самого детства знаем Чего ты фыркаешь? Красавчик Красавчик Пузжатый Толстый такой Ой Ой, ой Не, не, не убежит, не убежит Не бойся Что, давай я посмотрю Есть там у тебя кокишки или нету? Давай, посмотрю Сейчас Дай, посмотри Тетя, ты задом повернись и все Чего ты крутишься-то? Тюля Он такой кабан толстый Откормили Тюля, я его не могу даже взять Он-то, это, тяжелый Не выпачкайся, главное Нет, это бюрка Девочка Девочка, разве? Никакому, где яйцов нету Какая агрессивная Тюля Яйцов-то нема Ну-ка, вторую вон ту Ну что, две девчонки И что же ты так лежишь Смотри А ты? Ты спокойная? Да, она поспокойнее, да Видишь, они чужих, наверное, не любят Я не трогаю тебя Я тебя не трогаю Я тебя не обижу А Юра спрашивает Интересно, это кто им будет кроликов забивать? Не знаю я Слушай, а вырастал какая-то шубка какая была бы классная Он, смотри, мех какой, да? Когда маленькие, они хорошенькие, жалко А вырастают у меня, что-то хорошее Днись Дай жопу посмотреть, блядь Я не подберюсь Я не подберусь-то прям Что там? Ну то же самое, смотри Тоже девчонки Непонятно, да? Яйцов нету Яйцов Ой, а что ты эти бросила? Они, они не убегут Холосенькие Холосенькие? Холесые Ага, ну да, что-то Знаешь, серечки Отдаю Взять, пока садись Взять 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 Хорошенькая Взять 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 Ащут его знает Вперед раз увидел Нет Точно такой рис? Тоже что Ага, ну да На камеру Национальный Краснодарский Уник рассказывает про новый магазин А, эш Нет Афилил Там есть такой рис Там есть такой рис Там какой-то Это в маточнике Ест Вот они легла, гляну, что у нее садится. Тут же легка выкается как. Страшно. Как бы гандозные покистики. Драла, зараза опять. Сдержались все девчонки. А ну ты ее там не схватишь? Ну че? Выскочила, блин! Вон она. Бедный, переживает. Ну только посмотрим, ну все. Ничего не сделаем. Все, все, погладь ее, погладь, она выйдет. Хорошая, хорошая. Ну что, не виси, она твоего хозяина. Хорошая. 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 Ой, бедная прижала, чтобы водить. Замочили. Надо это. Женя скажет, сфотографируй яйца у кромика. А че ты с меня фотографировала? Все, бролером остыла вода. Надо будет их пропоить. Пойдем. В яму привезла. Смотрите, река. Не подойти. Патрик, стоять! Куда такой грязный теперь? Попробуй на меня теперь прыгнуть. Куда, куда, патриот! Видите, все в воде стоит. Не подойти. Там бедные узочки. Ладно, нет. Не плавают. Справ затопило. У нас и огороды здесь рядом. Видите? У меня уже огороды начинаются. Кузьма, убегай. Убегай лучше. Увидел. Патрика с Максом увидел. К Нэнси раньше ходил. Это жених. Так мог бы папкой быть. Но мы не позволили. Буду орехи колоть. Я хочу сегодня приготовить картошку. Придется разрезать мешок. А потом вывалится все. А потом как? Вывалится или так доставать? Ох. Ой, я что-то взяла сперва ведерко. Думала, буду отдельно куда-то мусор. А сейчас думаю, лучше это. Нельзя, патриот. Жук! Идет сюда. Хулиган. Сейчас я тебе панно сюда. Сейчас кому-то панно сюда. Кстати, у нас особенно Патрик орехи грецкий очень любит. Да, патриот? На, орех будешь? На. Как ты грыз? Помнишь орехи? На. На, Патрик. Макс, пожалуйста, не прыгайте. Макс, пожалуйста. Макс. Патрик. Ну что ты наделал? Идите, давайте играйте. Макс. Макс, пожалуйста, прошу. Не прыгайте на меня. Оба. Патриот, я сейчас ничем на тебе по носу ударю. Слышишь? Ты хороший, да? Я тебя люблю. Давай я тебя поглажу. Патрик! Что он делает? А что он может сделать? Да, он просто упал. Сам по себе. У нас сегодня дождь обещает. Рушан кролятник делает. Нам нужно будет сегодня их переселить. Потому что ночью дождь уже обещает. Обещает дождь. До... Еще дня три будет идти дождь. Сегодня всю ночь будет идти дождь. И, короче, опять будет потоп. А сегодня весь день была хорошая погода. Плюс двенадцать. И так хорошо подсохло. Я сегодня, знаете, даже спокойно до речки прогулялась. Ничего не прилипало, не приобувалось. Там можешь посмотреть это? Кого? Вода закипела у свиньи? Нет? Мне надо будет закинуть. Уже запаривать надо. Что, закипело? Нет. Нет еще? Что, тогда я пойду готовить. А потом попозже выйду. Тебе что, молоток нужен? Да. А? Твой игрушечный. А? Твой игрушечный. А? Измельчила печенье. Здесь грецкий орех. Потом какао. Ой, где оно? Вот оно. Какао. Вот у меня просто в баночку пересыпано какао. Сгущенка. И здесь растопила масло сливочное. Теперь я что делаю? Теперь я сюда высыпаю грецкий орех. Там был такой комментарий, почему я не ставлю штатив. Потому что одной рукой же неудобно работать. Но мне сюда еще штатив не хватало. Здесь так места нет. Мне эту сушку-то некуда поставить. А тут еще и... Так, какао. 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 Перемешиваем все. Это я делаю печенье. Картошка. Ой, или пирожное. Пирожное. Можно шариками круглыми сделать. Можно колбаской. Я колбаску буду делать. Потому что мне удобнее так замораживать. И печенье. Я не люблю когда печенье. Прям вот прям мелко-мелко-мелко его раскрашиваешь. Мне больше... Вот здесь вот сильно крупно пошло. Мне нравится когда не сильно мелко. Так. Теперь. Добавляем масло. Сливочное. Ну. Масло добавили. Теперь я это все тщательно перемешиваю. Сто лет не готовила пирожное картошку. Что-то где-то увидела захотелось. По-моему в магазине я увидела пирожное картошку. Думаю, дай-ка себе его сделаю. Так. Все буду перемешивать. Когда пирожное разрежу, я вам покажу почему я не люблю сильно измельчать печенье. Оно так красивее смотрится, да и вкуснее получается. Здесь тут сгущенка какая-то белая. Не важно. Люблю сгущенку, когда она немножко желта. А самая любимая сгущенка Алексеевская. Но ее... Но она вернее очень дорогая. Дороговато выходит Алексеевская. Как это все аппетитно выглядит. Примерно вот такие у меня колбаски получились. Но это у меня уже получилась лепешка. Я ее достала с морозилки. Я наверх ложу, наверху не очень сильно морозит. До завтра она уже немножко заморозится. Теперь я решила об этом. Давайте пока.